Цифровизация – одно из важнейших направлений. Губернатор Сергей Морозов анонсировал большую реформу Государственной службы и Госуслуг. О всех этих отраслях должно значительно увеличиться применение цифровых технологий. С этой темы началось заседание штаба по комплексному развитию региона. Это может позволить существенно сократить излишнее количество неэффективных наших процедур, которые есть в работе чиновников. И, естественно, приведет к снижению затрат на черном чай аппарат. Глава области поручил провести до 1 марта инвентаризацию всех IT-услуг, что есть в наличии у государственных органов. Также в скорейшем времени должен быть назначен заместитель главы Ульяновска, который будет отвечать за цифровую трансформацию. Цифровизация активно помогает в улучшении качества жизни ульяновцев. Например, к августу уже удалось отладить систему социальных выплат жителям области. Первоначально были сбои, сейчас их уже почти нет. На сегодняшний день, если мы оперативно отрабатываем все обращения, которые попадают в ЦУР, но эти обращения касаются частного случая конкретно каждой семьи, потому что у каждой семьи свои условия, у каждой семьи своя жизненная ситуация, которая так или иначе влияет на назначение выплат. Еще одно направление, где будет применяться цифровизация – экология. В области планируется внедрить систему цифрового мониторинга. Она позволит составить карту наблюдений за атмосферным воздухом, а также следить за теми, кто его загрязняет. Так называемые тепловые карты, которые показывают именно то предприятие, которое загрязняет атмосферный воздух. Такая система на сегодняшний день внедрена уже в Москве и Московской области. Пилотный проект планируется запустить в феврале следующего года. Местом тестирования карты станет новый город. Именно от жителей этого микрорайона поступает больше всего жалоб на состояние атмосферного воздуха. Изменения ждут Инзу. Город в конце ноября стал территорией, опережающей социально-экономическое развитие. Для 2030 года предстоит проделать большую работу. Должно быть создано как минимум 519 новых рабочих мест. Объем инвестиций в новое производство должен составить как минимум 1,4 млрд рублей. И объем выручки, то есть объем произведенной продукции, должен составить как минимум 4 млрд рублей. Инзу войдет в число самых привлекательных территорий по налоговому режиму. Обозначено губернатором еще одно направление. Вопросами территориального и архитектурного планирования, а также в целом архитектурой займется корпорация Дом-73. Региональное учреждение возглавляет Алсуса Дреддинова. Подведены итоги конкурсного отбора проектов в поддержке местных инициатив на следующий год. В этот раз заявочная кампания стартовала довольно рано. Прием заявок шел с сентября по ноябрь. Победителями конкурса стали 109 проектов на общую сумму почти в 189 млн рублей. В этом году мы изменили критерии отбора проектов. И одним из ключевых стали использование творческого подхода. Многие муниципальные образования достаточно креативно подошли. Кто-то снимал ролики, кто-то использовал конкурс детского рисунка. Также достаточно веским критерием для участия было увеличение доли собственного участия. Еще один вопрос, который затронули на штабе, заключается в стабилизации цен на продовольственном рынке. Торговые сети регион готовы вступить в федеральные соглашения по ценам на сахарный песок и подсолнечное масло. Разработаны собственно региональные меры для стабилизации ситуации. По поручению губернатора у нас разрабатываются минимальные наценки с торговыми сетями на нашу социально значимую продукцию, которая производится на территории Ульяновской области. Дальше мы совместно с сельхозтаропроизводителями сейчас разрабатываем увеличение посевов сахарной свеклы в следующем году на 10%, для того, чтобы не было такого ажиотажа и высокой цены, как в этом году. А перед праздниками планируется провести серию мини-ярмарок. Аграрии смогут продать свою продукцию жителям области без наценок сетей. Естественно, с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических требований. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ.